В прошлом выпуске передачи «Миссия добра» мы рассказали об успешном опыте внедрения учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» в школах-губернии. Произошло это по инициативе Самарского отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин». В продолжение темы – программа, посвященная преподаванию семьеведения в высших учебных заведениях. К сожалению, в настоящее время доминирует такое явление, которое можно назвать «кризис семьи», и так называемые фамилисты – это специалисты, которые занимаются семейной проблематикой, это психологи, педагоги, социологи, теологи. Практически все в один голос говорят, что сегодня так называемая фамилистическая семейная цивилизация находится на границе существования. Произошла так называемая десакрализация брака. То есть брак перестал пониматься как святыня, как ценность, как нечто важное для человека. В брак сегодня легко вступить, и также брак легко расторгнуть. По статистике, в среднем на тысячу вновь созданных пар приходится порядка 700-800 по разным регионам разводов. Причем разводы совершаются в первые пять лет семейной жизни. Здесь же можно и другую тенденцию обозначить. Это так называемые альтернативные брачно-семейные отношения, которые сегодня все чаще и чаще встречаются. То есть это такая обширная группа различных отношений, которые претендуют на то, чтобы называться семьей. То есть это и так называемые гражданские браки, которые, конечно же, браком не являются. К альтернативным отношениям относятся так называемые материнские семьи, которые сегодня тоже достаточно распространены. когда женщина, что называется, решает родить для себя мужчинам, поскольку участвует в этом процессе. И здесь, конечно, целый комплекс проблем, связанных с неполной семьей. И сегодня у нас по статистике 30% таких семей неполных, где ребенок, конечно, не получает полноценного воспитания, так как нет образцов для идентификации. Глобально является проблема, связанная с утратой значимости материнства. То есть сегодня мы тоже повсеместно наблюдаем эту печальную тенденцию, когда преобладает так называемая нокулярная семья. Семья, состоящая из родителей и одного, максимум двух детей. То есть многодетность – это все-таки скорее исключение из правил, чем норма. Сюда же можно отнести и такую тенденцию, которую сегодня называют child-free – свобода от детей. То есть вот эти проблемы, конечно, сегодня очень остро проявляются. И они резонируют, конечно, в первую очередь в молодежной среде. По статистике проводились такие исследования институтом РАО. 72% молодых людей и девушек, они хотят создать нормальную, хорошую семью. Но они не знают, как это делать. В Самаре уже имеется опыт преподавания семьеведения студентам. В Университете путей сообщения ведется курс «Развитие семейного сознания личности». Психологи стараются все разложить по полочкам и объяснить механизм выбора спутника или спутницы жизни. В этой связи существует несколько теорий. Давайте мы с вами запишем под заголовочек «Теория выбора спутника, скобочков, спутницы жизни». Останавливаемся на трех самых таких популярных темах. Первую теорию предложила Джей Адамс. Эту теорию можно обозначить как теорию последовательного углубления отношений. Итак, в рамках данной теории, но мы с вами тезисом очень кратко это запишем, говорится о том, что выбор спутника, спутницы жизни происходит постепенно, последовательно, сменяя стадии одна другую. Первая стадия названа автором этой теории как стадия первичного причина. Это вспыхивает интерес, симпатия. Изначально предмет преподавался как модуль в рамках дисциплин, изучаемых на кафедре теологии. В 2022 году в издательстве Самарского университета путей сообщения вышло в свет пособие по программе развития семейного сознания личности, и курс стал самостоятельным, самодостаточным. Первый раздел издания посвящен анализу брака в пространстве времени и культуры. Есть в пособии блоки о предбрачном периоде, специфики отношений в браке. Большая глава посвящена продолжению рода. Один из разделов издания рассказывает о поэтапном развитии семьи. Здесь мы говорим о стадиях развития супружеских отношений. Говорим о том, что супружеские отношения, как правило, начинаются с периода романтизации, когда существует идеализация, то есть чрезмерно позитивное восприятие друг друга, когда вид столько хорошее, а такие, так скажем, теневые стороны, они отходят на второй план. И вот эта идеализация, она, конечно, и полезна, это как приоткрытие перед человеком образа Божьего. Будущие супруги видят то прекрасное, то, что есть. Но, к сожалению, этот период заканчивается. Наступает следующий период, это переходный период, когда уже проступают эти теневые стороны, которые сопряжены с ветхой природой человека. И возникает первое разочарование. Далее наступает стадия реальности, когда уже окончательно предстают эти ветхие люди, эта теневая сторона, сбрасываются розовые очки, и супруги оказываются перед выбором. И именно здесь часто возникает развод, и вот эти еще неокрепшие ростки, они выдергиваются с корнем, всеми распадаются. Но если люди имеют отношение к духовной жизни, если они понимают смыслы, антологию семейной жизни, они понимают то, что, в общем-то, это нормальное, естественное совершенно явление, когда мы просто начинаем видеть реально друг друга. И здесь как раз-таки точка бифуркации, точка выбора, что делать дальше. И вот эта точка бифуркации является в то же время зоной роста, духовного роста, которая стоит в том, что мы не переделываем нашего супруга или супругу, мы принимаем их так, как они есть, вот в состоянии таком, да, реальном. И мы начинаем работать над собой. То есть мы смотрим на свое сердце, смотрим на свои эмоциональные реакции, то есть как мы реагируем на несовершенство супруга. Если у нас в ответ на несовершенство рождается раздражение, гнев, обидчивость, да, желание там, да, как-то там отомстить, то, конечно, это говорит о том, что у нас не в порядке, да, наше сердце, наша духовная жизнь, и нужно, конечно, этим заниматься. Ну, в первую очередь через таинство, да, исповеди, то есть регулярно ходить на исповедь, каяться в том, что вот у меня есть вот эти страсти, эти состояния, да, прочищаться. И постепенно Господь, конечно, даст, да, облегчение, и постепенно произойдет вот это, да, преобразование этих страстей в добродетели, как святые отцы говорят о том, что семья является школой любви, и наша задача стоит в том, чтобы научиться этой любви, но это происходит, конечно, не сразу, потому что мы все ветхие, эгоистичные, и мы начинаем просто терпеть. А терпение порождает постепенно смирение, смирение – мир, да, мы с миром в душе принимаем эту ситуацию, мы принимаем несовершенство, да, своей второй половине. И мы не пытаемся что-то изменить, мы просто, да, мирно, да, смиренно носим тяготы, да, этого человека, так как об этом сказано в священном писании, носить тяготы друг друга, тем исполнить закон Христов. Мы смиряемся, и потом приходят уже другие добродетели, формируются. А вершиной добродетели является любовь, когда другого человека ты принимаешь безусловно, ты прозреваешь в нем образ Божий, да, и ты вместе с этим человеком готов быть не только в этой жизни, но и в эту вечную жизнь. Самое главное, что студенты выносят с курса семьеведения – это понимание того, что достижение семейного счастья не происходит сразу и спонтанно. Над этим нужно работать. Поэтому просто до этого времени нужно дожить, нужно, чтобы это семечко проросло, нужно поливать его водой заботы, да, доброты, нужно выдергивать сорняки страстей, нужно обрезать лишние веточки эгоизма. Да, и тогда вот это доброе, так скажем, дерево, посаженное супругами, оно обязательно даст свои плоды. Но это будет, конечно, не сразу, это будет вот спустя вот уже годы совместной жизни. То есть нужно просто дожить вот до этих плодов. Вспоминается слова архимандрита Георгиев Шестуна, который говорил о том, что настоящая любовь дается Богом по благодати. Ее заслужить нужно, ее нужно стяжать. Если среди мирян допускается второй и даже третий брак, то представитель духовенства может быть женат только единожды. И его семья – это образец для паствы. Поэтому будущих священников в Самарской духовной семинарии обучают основам и особенностям семейной жизни священнослужителя. Общие моменты, они, конечно, являются сходными, потому что общие принципы, общие основания, они имеют, так скажем, единую базу. Но то, что отличает эти курсы, для студентов духовной Самарской семинарии больше, так скажем, более развернутой дается информация относительно неких духовных аспектов создания и сохранения семьи. Для будущих пастырей, священнослужителей дается информация относительно особенностей семьи священнослужителя. Там есть своя специфика, то есть об этом, естественно, говорится в рамках этих курсов. То же самое касается и Ригинского отделения, где определенный угол зрения именно на таких духовных аспектах. Хотя, конечно, духовная проблематика затрагивается и в рамках преподавания этой дисциплины в светском вузе. То есть однозначно это все представлено. Ну, так скажем, соотношение светского и духовного, оно немножечко отличается. Мы говорили о том, что творится первый человек Адам, творится Бога за Богом Божьим. И вторично, если правда, происходит Ева. И мы же в этой разной антологии происхождения Богов заложим ответ на вопрос, почему у нас разная, да, все-таки эрактическая вздумленность. Мужчина перелечен, да, и он отвечает за семью перед Богом, он предстоит перед Богом. И семья через мужчину включается в поселенскую рамку. Можно обратить внимание на этимологию слова «мужчина», «муж» и «чин». Поэтому главенство «мужчина», оно отражается в чемпоследнее, да, и старичное. Но главенство поразумеет, прежде всего, под собой ответственность. Ответственность, ответ за тем, что происходит с каждым человеком в семье. Это не жесткая деспотическая власть, как, к сожалению, часто, но я об этом так понимаю. Это мудрая власть мужчины, которые относятся бережно к каждому человеку и заботятся к каждому человеку. Которые помогают стать лучше. Одна из основных добродетелей, как бы, считается целомудрие и верность. Даже христиане называются верные. В службе, в богослужении, в литургии. И именно в православной семье сохранить вот эту верность, это гораздо больше ценится супругами, можно сказать. Больше они чувствуют за это ответственность. И за воспитание детей в том числе. Потому что они воспитывают их не для себя, а для Бога. Традиционные ценности, которые у нас есть, которые мы имеем, это в первую очередь то, что человеку нужно для его спасения. Если же говорить языком советским, то надо понимать, что человек без семьи не может состояться в моральном плане. Конечно, он может иметь материальный достаток, иметь карьеру, но он не может быть счастливым без семьи. Когда человек находится в атмосфере, где постоянно говорят о семье, о тех ценностях, которые необходимы, могу сказать, что польза от курса, она есть. Это было очень интересно. И, конечно же, те базовые вещи, которые, казалось бы, должен знать каждый человек, они открываются в возрасте совершеннолетнем уже совсем иначе. И именно это и позволяет переосмысливать свою жизнь, выбор спутника. Курс для регенского отделения называется «Духовные и психологические основы семейной жизни». Предбрачный период Предбрачный период – это время от момента знакомства будущих супругов до заключения брака. Этот период является важнейшим в жизни будущих супругов. И психологи святятся и говорят о том, что, по сути дела, брак начинается именно с этого момента, с момента встречи. И в предбрачный период формируются все базовые стереотипы, базовые формы взаимодействия будущих супругов, которые переходят уже в супружеские отношения. А с точки зрения духовной, начнем с вами с этой стороны, встреча – это промысел Божий у человека. В момент встречи супруги как бы промыслительно часто открывают для себя суженую, как раньше говорили, суженого. Понимая, что именно тот человек, с которым мне нужно быть вместе. Конечно, очень часто можно ошибиться и принять за эту встречу какие-то другие могут, случайные встречи. Поэтому здесь, конечно, важна духовная, так скажем, поддержка, духовника, если такое духовное химислое, очень, конечно, хорошо. Среди тех предметов, которые мы изучаем, мы изучаем и сольфеджио, и обиход церковного пения, и устав церковный, богослужебный. У нас есть еще предмет, можно сказать, непрофильный, семьеведение. Церковь, она живет как семья. И поэтому тоже нельзя сказать, что непрофильный. Вот на приходе семья и наши обычные семьи, они рассматриваются тоже как малые церкви. Вот, и поэтому, ну, предмет семьеведения, может быть, нельзя считать непрофильным. Я писала работу учебную, ну, отчетную, еще с тем курсом, с которым я поступала. У меня была тема воспитания мальчика и воспитания девочки. И тут же мне вот так повезло, по Божьему промыслу устроилось, меня пригласили в воскресную школу преподавать. Тут как раз было пять девочек в воскресной школе. То есть мне позволили применить все, что я нашла. О воспитании отдельно девочек и отдельно мальчиков. Чем мне нравится предмет православной семьеведения, то, что в нем, как можно сказать общими словами, а самым сложным – простыми словами. То есть дается пояснение в разрезе разных эпох, разных столетий, в какие, когда, в какое время, как относились к семье. То есть это даже и времена Ветхого Завета, и Нового Завета, даже вот последняя вот новейшая история. То есть как поддерживался институт семьи отношением к мужчине, отношения к женщине. Даже вот последние наши времена, то, что делает наше правительство в наши дни сейчас, какие принимают законы, поддерживающие семью, и как бы очень многое становится понятным. Институт семьи был установлен Богом как постоянный, а не временный, союз мужчины и женщины, основанный на взаимной любви и взаимопомощи. Библия описывает брак как физическую и духовную общность мужчины и женщины, созданных друг для друга. Жизнь в одиночку – все-таки усеченное существование, потому что мы призваны к тому, чтобы вместе с близким человеком обрести полноту бытия. Господь призывает нас к этой целостности. Поэтому распространение опыта преподавания семьеведения – важная сегодня задача. Сейчас мы как раз думаем о том, чтобы написать учебные пособия для вузов нашей страны. Мы участвовали в проекте «Сильные идеи нового времени» – федеральный большой проект. Мы вошли в тысячу лучших проектов в России. Нас отметили и признали, что этот проект является очень востребованным. Вот сейчас ведется работа в этом направлении, и мы очень надеемся, что в ближайший год у нас появятся учебные пособия, учебный методический комплект и для студентов, которым в данный момент, когда вот прямо сейчас им нужны эти знания, потому что они готовы создать семью прямо сегодня. Поэтому мы стараемся в этом заключить. Один из лучших специалистов в этом направлении – это Елена Анатольевна Морозова. Она в течение 18 лет уже преподает курс о семье в вузах нашей области. И вот она как раз берется одним из авторов данного учебного пособия. Мы несказанно счастливы и очень рады, что вот это дело начало двигаться. И я думаю, что студенты будут очень рады такому новому курсу во всех вузах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова